Губернатор Приморья Олег Кожемяка совместно с главой Владивостока Константином Шестаковым проинспектировали ход создания и ремонта спортивных объектов при школах города. Так, при гимназии номер один к новому учебному году должны создать физкультурно-оздоровительный комплекс. Он включает баскетбольную, волейбольную площадку и тренажеры. А в школе номер 40 приведут в порядок футбольное поле, сделают новое покрытие, организуют беговые дорожки. В 56-й школе также предполагается ремонт футбольного поля и оборудование нового спортивного зала. Сейчас мы посмотрели первую гимназию, 40-го, 56-ю школу, именно стадионы. Это были наказы жителей, родительских комитетов, в первую очередь на каждой встрече с главой города. Мы получали свой телеграм-канал обращения неоднократно о том, что стадионы необходимы школам, всем, чтобы дети могли заниматься и летом, и осенью, и зимой здесь может быть залит котов, покрытие позволяет это делать. Вот, всем, чтобы это было местным и центром притяжения для всех любителей здорового образа жизни. Глава региона отметил, что создание физкультурно-образовательного комплекса может стать универсальным решением для многих школ, где сейчас нет стадиона. Я думаю, что это будет очень удобно для ребят, школьников заниматься в этом физкультурно-образовательном комплексе во времени погоды. Ну, то есть, да и жителям он будет удобен для того, чтобы там где-то заниматься фитнесом, другими видами спорта. Мы активно развиваем массовый спорт и прививать школьников к здоровому образу жизни, вытягивать их из системы, скажем там, влечения гаджетами. Это, наверное, одна главная задача, потому что это будет здоровое поколение. Как уточнили в Краевом министерстве образования, всего на территории приморских школ построят к новому учебному году почти 40 спортивных объектов. Также капитально отремонтируют спортзалы при 10 школах в сельской местности и малых городах. По словам первого заместителя министра образования Приморского края Ирины Бушмановой, общий объем финансирования на перечисленные мероприятия составит почти 540 миллионов рублей. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.